Четвертый год подряд население самой духовной стремительно нищает. Обвал нефтяных цен и санкции медленно, но верно делают свое дело. Растет ли последние годы уровень ваших доходов? Не растет, падает. В какой сфере работаете? Образование. Ваши доходы растут или вот... Ну, не знаю. Последнее время, наоборот, почему-то они в обратную сторону. И так работаю на двух работах, и ничего не получается. И единственное место, где щедрый поток государственных денег не оскудел, это российская армия. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. Согласно документу, с 1 июля штатная численность вооруженных сил составит 1 903 000 человек. Это на 12 000 человек больше, чем в прошлом году. В 16-м военный бюджет РФ стал третьим в мире. Больше всего на военные нужды по традиции тратит США 611 миллиардов долларов. Следом идет Китай – 215 миллиардов. И Россия – почти 70 миллиардов долларов. Хочешь мира – готовься к войне. Военный бюджет США выглядит несравнимо более внушительно, чем российский. Однако в Америке он составляет 3,3% ВВП. В то время как в России – 5,3%. А в Китае – и вовсе 1,9%. Российская экономика и общественная жизнь вообще чрезвычайно милитаризированы. То есть российское общество достаточно долго удовлетворялось тем, что оно могло показать кому-то там кузькину мать или воображаемую кузькину мать. В 17-м в РФ заявили, что намерены сокращать военный бюджет. Однако в это же время четверть расходов попала под гриф «совершенно секретно». Куда идут эти деньги, не знают даже депутаты Госдумы РФ. Раз у российской армии есть деньги, должны быть и успехи. Смеющиеся Искандеры и Тополя с легкой руки кремлевской пропаганды у граждан РФ прошли на ура. Тополь, Тополь санкций не боится. И санкции не смешите мои Искандеры. Если после трех лет западных санкций в отношении военной отрасли РФ Искандеры и Тополя до сих пор смеются, то этот смех может быть только истерическим. Даже вот там брать, если в зависимости от небольших стран, где они там закупают второстепенные совершенно детали, они у себя не могут наладить их производство. Потому что это будет катастрофически дорого. С учетом российского воровства и коррупции, это будет сравнительно с запуском человека в космос. Без качественных западных комплектующих остались концерн «Калашников», корпорация «Уралвагонозавод», государственный оборонный концерн «Алмаз-Антей» и другие. На федеральных телеканалах все они, конечно, излучают оптимизм. Когда в 2014 году США и Европа вводили санкции, там не могли предположить, что выстрел этот окажется холостым. Это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время, с декабря 2014 года и по сегодняшний день, нами создана фактически новая научная отрасль. Многие эксперты единодушны. Чудесного импортозамещения в российском ВПК так и не произошло. Вместо качественных, например, немецких деталей, стали покупать гораздо менее надежные китайские. То, что Россия потеряла в отношениях с западными странами в сфере ВПК, она кое-что вообще не может компенсировать. Основная российская военная техника сегодня – это как минимум вчерашний день. Не раз россияне хвастались танком Т-90. Одной из последних разработок стал танк Т-90. Он считается лучшим серийным танком в мире. В Индии с таким определением поспорили бы. Индусы прозвали Т-90 «Ночная бабочка». На жаре танк просто перестает работать. 780 танков с Нижнего Тагила не оборудованы кондиционерами, поэтому на 50-градусной жаре электроника становится неадекватной, как, впрочем, и экипаж. А в 12-м Минобороны РФ отказалась покупать Т-90 у Уралвагонзавода. По стоимости танк получается едва ли не золотым. Россия еще далеко до основных, скажем так, передовых армий в плане вооружения. Очень далеко. Еще в 9-м в РФ начали разрабатывать универсальную платформу для серии военной техники «Армата». По словам разработчиков, пока не придумано таких средств поражения, которые смогли бы преодолеть защиту Т-14. Безупречную работу «Арматы» смогли оценить на репетиции военного парада на Красной площади в 15-м. Сегодня известно, что грозу всех парадов «Армату» закончат испытывать только в 18-м, а эксплуатация начнется не раньше 19-го, то есть через 10 лет после начала разработки. Скорее всего, россияне работают на неплохой танк, но очень-очень сильно дорогой, переоцененный, который в условиях современных вооружений будет сдерживаться противотанковым оружием, которое будет стоить в сотни раз меньше, чем такой танк. Дальше российские разработчики решили поразить ненавистных американцев в самое сердце. Он надоело завидовать ведущему американскому лабораторию. В сердцах российские ученые создали киборга и назвали его Федор. Андроид-водитель по имени Федор Солдат в виде экзоскелета и аватар в качестве полноправного члена экипажа МКС. Пока Федор за терминатор умеет профессионально держать в руках перфоратор. На этом его умения, кажется, заканчиваются. Разработчики уверяют, что аватар в состоянии водить машину. Однако пока это лишь фантазия графических дизайнеров. Супер-робот будущего не в состоянии даже самостоятельно сесть в автомобиль. Однако российским телезрителям уже рисуют непобедимую киберармию РФ. Примерно так, по задумке разработчиков Фонда перспективных исследований, должен выглядеть солдат будущего. Позже выясняется, что даже те немногие действия, которые российский кибервоин способен выполнять, модерируются человеком. Управление комбинированное, то есть действия его контролирует оператор. В будущем инженеры собираются научить андроид самостоятельно садиться в автомобиль и без посторонней помощи добираться до пункта назначения. Что-что, а оптимизм российские ученые могли бы отправлять на экспорт. По их мнению, напоминающий кусок железа, Федор не только в скором времени станет супер-бойцом ВС РФ, но и полноценным членам экипажа космической станции. Однако завесу тайны все же приоткрыли, дав понять, что именно на роботов российские инженеры делают ставку в будущем. Дальше пропагандисты РФ хвалятся перед гражданами самой духовной, новейшей роботизированной техникой. Дело в том, что перед вами уникальный аппарат, единственный в стране, который может управляться с одной стороны водителем, а с другой стороны двигаться в автоматическом роботизированном режиме. То есть машина в прямом смысле одна. Очередной выставочный образец в единственном экземпляре. Дальше интереснее. Сейчас в мире создаются тысячи новых военных роботов, но чтобы наделять управлением и интеллектом старые, уже проверенные машины, об этом не заявляет никто, кроме нас. И это настоящий прорыв российской военной технической мысли. То есть перед нами все тот же старенький Т-90, модернизированный электроникой. И это выдают за достижение российской технической мысли. Вот она эта камера, с помощью которой оператор управляет сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора. Стоп! 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 Уходи! То, чем по-настоящему гордятся в стране скреп сегодня, работой российской авиации в Сирии. На федеральных телеканалах не проходит и дня без хвалебных от. Дежурные самолеты нанесли удар по радикальным исламистам. В результате 120 террористов были ликвидированы, уничтожены почти все машины и системы вооружения. Работой российских ВКС в Сирии перед американским режиссером Оливером Стоуном похвалился и президент в СИА РФ Владимир Путин. Это работа нашей авиации. А кто на земле? Они бегут с оружием. Сейчас они немножко рискуют, конечно, наши ребята. Это отрывок из документального сериала «Путин». Самое невероятное тут, что хозяин Кремля на собственном смартфоне показывает Стоуну вовсе не работу российской авиации, а то, как американский вертолет «Апач» наносит удар по талибам в Афганистане. Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с «Апача». Они идентичны. Эти кадры сняты в Афганистане в 2009 году. Почему президент России демонстрирует на весь мир подделку, неизвестно. Проблема в том, что Россия живет по лжи, живет по лжи, и уже потеряла берега. Но где российская армия действительно достигла небывалых высот, так это на телевизионных экранах. В последние три года в стране духовных скреп буквально вводят моду на войну. Мало какая армия в мире может похвастаться собственным телеканалом. Здесь россиянам ежедневно рассказывают, что они самые сильные в мире, и что не важно, что холодильник пуст, если искандеры продолжают смеяться. Это программа «Служу России». Начинаем с Сирием. Добрый день, в эфире «Военная приемка». И сегодня дема нашей программы «Военный автомобиль тигр». К сотням документальных программ на телеканале «Звезда» и ежегодным пафосным концертом ко дню «Защитника Отечества» недавно прибавился новый, более молодежный жанр – армейские реалити-шоу. Это кадры так называемой «Битвы героев». «Битва героев» – игра, максимально приближенная к настоящим боевым действиям. Главное, чтобы командный дух был, чтобы активный отдых был, чтобы было весело, интересно, ну и много общения. Гражданские, которые с удовольствием играют в войну перед камерами, потому что в российском обществе так сегодня модно. Команда с синими повязками на руках устраивает засаду. С проносящихся мимо БТРов противник открывает ответный огонь. Это самое начало боя, и сразу яростная перестрелка. Появляются первые раненые. Детские кроватки и детские площадки в стиле милитари – последние пикмоды для самых маленьких. Детей постарше отправляют в детские военно-спортивные лагеря. Таких в самой духовной сегодня множество. Лето в военно-патриотическом лагере в этом году проведут полторы тысячи школьников из разных регионов нашей страны. Юное поколение россиян буквально с пеленок приучают восторгаться всем, что связано с армией. Судя по всему, кремлевская власть намерена удерживать нагретые места до последнего. Ведь постулат «вокруг враги» вводится основательно и надолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА